ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Цены на бензин и дистопливо в этом году раз за разом обновляют исторический максимум. Биржевая стоимость горючего все еще растет, а значит оно будет дорожать и в рознице. Причем российское правительство отказалось от кардинальных мер борьбы с этим явлением. Запрет на экспорт не введен и не будет. Разговоры о соглашении с нефтяниками по поводу заморозки цен сошли на нет. ТРАССА СТО ОДИН Тот случай, когда депутат Госдумы попал пальцем в небо, а простоволосился. Парламентарий Иван Сухарев обратился к руководству ГИБДД с просьбой предусмотреть скидку по транспортному налогу для более-менее законопослушных водителей. Это, конечно, здорово, но Госавтоинспекция никакого отношения к транспортному налогу не имеет. А суть инициативы заключается в том, чтобы водители, допустившие в течение года не более трех негрубых нарушений ПДД, могли платить транспортный налог с 50-процентной скидкой. ТРАССА СТО ОДИН В России для каждой модели автомобиля собираются разработать инструкции, как правильно и безопасно извлечь из транспортного средства людей в случае аварии. Документ получил название «Карта спасения». Заставят ли МЧСников вызубрить эти карты – неизвестно. Чтобы сбить волну иронии по этому поводу, власти ссылаются на то, что автомобилестроение настолько шагнуло вперед, что машины стали сильно отличаться друг от друга. Когда идея будет воплощена в жизнь и за чей счет – неизвестно. Лишь бы не за наш в виде очередного сбора. ТРАССА СТО ОДИН Тойота начала принимать заказы на дизельную версию Land Cruiser 300. Речь идет о моторе объемом 3,3 литра, мощностью 299 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с 10-ступенчатым автоматом. Цены стартуют с отметки почти 5 миллионов 600 тысяч рублей. Что касается бензинового двигателя, которым комплектуется новый Круза, КТОН обладает объемом 3,5 литра, количество лошадей – 415, число цилиндров – 6. ТРАССА СТО ОДИН Шкода собирается наладить выпуск нового недорогого седана – Славия. Как предполагается, автомобиль представят до конца этого года. Первым делом он попадет в Индию. ТРАССА СТО ОДИН